Неразбериха в пенсионном фонде. 80-летней пенсионерке Ларисе Плотниковой урезали и без того небольшую пенсию. В апреле вместо положенных 2126 гривен женщина получила всего 1809. Причина в том, что в пенсионном фонде решили, что женщина работает. Одесситка в отчаянии. Ее пенсия – единственный доход для нее и ее больной дочери. Подробности в сюжете. Пенсии Ларисы Плотниковой едва хватало, чтобы свести концы с концами. Известие о том, что и без того небольшая выплата стала на 300 гривен меньше, очень сильно расстроила Одесситку. Для семьи это большие деньги. Звонки в пенсионный фонд с убеждениями, что Лариса Антоновна не работает, не дали никакого результата. Позвонили. Приезжайте. Сначала ничего. Вы работаете и все. Я говорю, я бы рада работать. Ну кем? Кем я могу работать? Почему такое отношение к старикам? Я старуха, я еле хожу. О сокращении пенсии семья узнала из СМС-сообщения. Дочка Ларисы Плотниковой сначала опасалась говорить матери о том, что доход их семьи стал еще меньше. У пожилой женщины и так проблемы со здоровьем. И такая новость могла довести ее до сердечного приступа. Ольга решила сама позвонить в пенсионный фонд. Мне ответили, приезжайте и будем разбираться. Я говорю, мы не можем приехать. Я не могу, потому что у меня реактивный артрит. Это суставы больные. Мама не может ей 80 лет. Все, бросили трубку. С нами работники фонда были более сговорчивыми. Предложили сами приехать, чтобы принять заявление женщины. Она старенькая, она не может прийти. Она может нам написать истинное заявление. Мы придем на дом и примем дома у нее заявление о перерасчете пенсии средств обвольнения. Причина всей этой ситуации – закон о сокращении пенсии работающим пенсионерам на 15%. Мы надеемся, что для Ларисы Плотниковой ситуация разрешится в ближайшем будущем. А что делать тем старикам, которые работают, но из-за экономической ситуации в стране зарплаты им не выплачивают месяцами?